Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Дорогие мои, самая большая проблема, которую я сталкиваюсь в своем работе за 22 года, это в том, что большинство людей не умеют учиться. Многие люди думают, что просто запоминать информацию или повторять информацию, якобы это и есть учеба. Потому что в средней школе в протяжении 10 лет, если мы хорошо запоминаем и хорошо повторим то, что сказал учитель или то, что написано в учебнике, если мы хорошо повторим, нам ставят высокую оценку. И многие люди думают, что как будто это есть учиться. А на самом деле это не так. Дело в том, что если вы будете просто хорошо запоминать, что я говорю или просто хорошо повторить, что я говорю, и вы превращаетесь в диктофон. Вы будете играть роль диктофона и не больше того. Поэтому 10 лет средняя школа, 5 лет в вуз, у многих людей формируется эта привычка, и они думают, что как будто это есть учиться. А на самом деле это не так. Учиться — это принести изменения в свою жизнь. Это не то, что просто подтверждение фактов или набор информации. Учиться — это изменить что-то, принести свою жизнь в какое-то конкретное изменение. Изменить свой характер, изменить свой доход, изменить свой уровень капитализации, изменить уровень вашей эффективности, продуктивности и так далее. Вот это и случится. Поэтому фокусируйтесь на том, что как правильно учиться. Принести свою жизнь некие изменения. Если по окончании этой тренинги, которую вы сейчас приобретаете, послушаете и так далее, вы будете практиковать или делать или не делать. И главным показателем, что вы научились или нет — это изменения. Если изменения будут положительной стороны, значит вы учились. Если не будут, значит вы ничему не научились. Например, я не мог говорить на английском — теперь умею. Я не мог сохранять деньги — теперь умею. Я не мог управлять деньгами — теперь умею. Я не могу создать команду теперь умею я не могу управлять машине теперь имею вот это учиться то есть какое-то конкретное изменение надо принести своей собственной жизни поэтому в голове держите именно этого что вы должны быть человеком который способен что-то изменить принести изменение свою собственную что жизнь вы должны быть человеком который изменяет то что происходит вокруг него самое первое что хочу чтобы вы хорошо усваивали это ваше эмоциональное состояние дело в том что ваши позитивные эмоциональное состояние отражает везде успех стоит за отношения как относишься получишь такой результат ваши отношения определяет конечный результат как вы относитесь к друзьям со временем друзья будут такими как вы относитесь к семью такая семья у вас появится как вы относитесь к ваше здоровье современства здоровье будет такой как вы относитесь к учебу и учебу будут так видите успех стоит за отношением сначала отношений потом успех посмотрите когда люди убирают поль когда посуду когда моют посуду и так далее если у них холодные отношения топ-ляп делали эту работу а если у них есть внимательность они любят эту работу у них отношение душой они это делают искренне это делать совсем результат другое здесь тоже сами если вы хотите реальный успех добиться вы должны меня слышать не ушами а должны меня слышать свои сердце поэтому успех стоит за отношение как относитесь к этой учебе такой результат вы получите вы должны понимать что результат от учебы это взаимный результат не односторонно двухсторонно вот значит существует эмоциональная шкала за годы своей жизни я это очень хорошо понял существует некое эмоциональное состояние которую люди есть если вы живете в состоянии нормы это значит вы просто как все вы просто будете жить как все лишь бы чтобы не быть хуже других лишь бы чтобы не бросаться на глазах лишь бы чтобы долги не попасть лишь бы чтобы не не нуждаться пред никого то есть живете ваши предель рамка достижений чтобы просто не оказать не опоздать не казаться хуже других это менталитет который весь ссср используют или вообще во многих стран наверное используют массовый народ состояние же норма это состояние сомнений когда человек сомневается вольнение приживание депрессии страх и так далее так далее возможно и даже полусмертное состояние человека такое тоже есть это означает что вы каждый день находит святосостояние вы либо под знаете огромное количество причин который толкает человека вниз не все получается 99 процент иногда в 90 процентов 80 процент вашей идеи не реализуются людей которые вы нанимаете на работу не оправдывают ваши ожидания партнеры которые вы берете разочаруют вас клиенты которые вы ожидали они оказываются совсем по-другому хотят поставщики подводят вас общем вокруг полно-польно причин которые вас толкает вниз полно причин даже иногда просто простой разногласия с женой или с мужем и так далее могут привести к тому что у вас обязательном порядке вы расстроитесь и у вас настроение не будет вы попадаете эмоционально ниже норма пожалуйста внимательно послушайте вот эта таблица который сейчас я объясняю шкала то эту таблицу в состоянии вещи норма знаете это не точные приблизительные вещи состояние радость состояние вдохновение состояние энтузиазм состояние действия и так далее когда вы действуете когда вы находитесь в состоянии энтузиазма когда вы состоянии уверены в себе когда вы начинаете изменение принести своей жизни когда вы действуете и самая важная вещь самая-самая важная вещь когда у человека уверенности в есть жизненная энергия, много он действует. Когда у человека не хватает уверенности, он эти вещи не будет делать. У него будут много идеи, но у него не будет вера в себе, чтобы что-то делать. У него могут появиться какие-то возможности, но он не может их использовать. Все люди каждый день падают ниже нормы и поднимаются, падают и поднимаются. Просто успешные люди, когда падают ниже нормы, они быстрее поднимаются, а неудачники долго держатся ниже нормы. Если вы долго будете держаться ниже нормы, со временем это становится для вас хроническое состояние, это становится ваше естественное состояние. Чем большее время вы проводите ниже нормы, вы привыкнете к этому. Вы во многом будете сомневаться, во многом будут у вас депрессивные состояния неуверенности и так далее. Отличие успешных людей от неудачников именно в этом, что они большее количество времени проводят выше норма то есть вы должны с этого момента быть по мерках обычных людей ненормальный человек и за значит это выше норма не похожа на них вы иногда делите то то что они боятся делать вы иногда делаете то то что они что что это невозможно ведь для них какой-то как либо чудотворец либо ненормальный либо сумасшедшие и так далее но факт остается что вы добьетесь большего по сравнению они это факт ученые провели исследование взяли лягушку бросали кипяток когда лягушку бросили кипяток соответственно лягушка она была живая сразу прыгнула оттуда она сразу прыгала с кипятка потому что она не хотела чтобы там умирать но когда лягушку положили холодной воде и а потом под него зажгли костер то есть огонь вода постепенно постепенно согревалась а лягушка адаптировалась и вы знаете крышка была открыта и у него были возможности у него были ресурсы прыгать правильно она же могла прыгать но до него не доходило что надо спасти себя надо прыгать оттуда она продолжала оставаться в кастрюле со времен пока она не умерла она просто варилась и умерла конце концов закончилась же его жизнь тем что она просто уничтожила себя почему она не могла улик у выбраться оттуда не потому что она не хотела почему она не выбралась тогда дело в том что дело в том что произошло состояние привыкание понимаете теперь вот этот синдром лягушка давайте принесем в шкале которые только что мы объяснили если вы большее количество времени проводите ниже норма вы однозначном порядке становится таким человеком который во всем сомневается неувереннее так далее знаете я много раз видел неудачников когда им говорит что послушай накопи деньги они говорят у меня маленький доход когда мигаешь начни делать хоть что-то нему тогда научись что-то него время нет у меня хорошо почитай книги чтобы счета него научиться мне у меня времени когда им говорю что открывай свой бизнес они говорят у меня денег нет хорошо стан продавцом работой на комиссионе ой кто купит у людей нет денег да что быть им не говоришь они найдут тысячи причин чтобы ничего не делать черт побери потому что они привыкли они умерли они умирают как это лягушка каждый день их не мечта умирает их не будущее умирает они оправдывается и ждя сидит там а вы думаете у меня нет проблем а вы думаете успешных людей нет проблем я хочу вам сказать что в долю успешных людей больше попадает более сложной ситуации больше проблеме чем обычных людей например если обычный человек решает проблемы которые стоят 100 долларов или тысячи долларов когда вы станете миллионером вам придется решать проблемы которые 5 миллионов 10 миллионов 20 миллион 100 миллион долларов вам придется решать такие задачи вы ставьте перед собой такие цели которые стоят сотни миллионы их надо решать а вы думаете по пути на этих моментах нету проблем видимо что успешные люди не устают и глубоко ошибаетесь до успешные люди находятся в том состоянии который предыдущий лагушка был когда падает ниже норма быстро они себя вытаскивают оттуда поэтому если вы когда-нибудь видели мою ролик где я рассказываю улыбайся независимо от того что происходит в твоей жизни улыбайся потому что твой внутренний состояние определяет конечный результат если вы состояние депрессии если вы состояние неуверенстве если вы состояние приживание так далее у вас будут беда за бедой пришла беда открывай ворота даже если вы умный человек ничего не можете делать я через это прошло ли это понимаю чем я рассказываю я прекрасно понимаю о чем сейчас рассказываю понимаете я протяжении три года один за других бизнес открывал заканчиваются новыми долгами 13 разные проекты участвовал они все заканчивались балк банкротами только долги добавились с 2008 года под 2011 год и я это никогда не забуду поэтому пожалуйста как я начал работать над собой я начал понимать что не надо работать над проектами надо усилия вкладывать работа над собой я начал больше работа над собой мой мозг начал по другому работать но состояние по-другому и мой мозг значит поддавать мне другие идеи другой взгляд появилась другие плане появились качество мой план стал лучше стратега стала друга и постепенно все изменилось поэтому вот это сами настоящий ресурс вот это самый настоящий капитал это ваше внутреннее состояние каком состоянии внутри себя чувствуете какой будут отражать окружении мир который вы живете поэтому старайтесь быть выше норма стараться работа над собой чтобы быть выше норма чем больше времени вы проводите выше норма тем больше успеха вы гарантированно достигайте поэтому самый первый шаг для того чтобы учиться хорошо ваше эмоциональное состояние улыбайтесь у вас бывали такой случай что ваш ваш любимый человек потрогал ваши рук вон такой случай скорее всего бывало правда иногда ваш любимый человек если при патрога от вас или обнимает какое-то чувство знать и возбуждение и восторг в теле появляется такое ощущение вдохновения появляться мурашки в теле вот такое бывал такое да если бывало это хорошо если не бывало обращаться к врачу у нормального человека должно быть у ненормального не будет у нормального здорового человека должно быть такое хорошо а теперь бывали такой случай наоборот что любимый человек трогать вас а это вызывает не возбуждение и радость а какое-то раздражение ну пожалуйста не трогай ну пожалуйста не сейчас ну пожалуйста не надо ну хватит бывать же такое конечно бывает а почему один и тот же человек который вы любите один человек человек одни и те же руки прикосновения в одном случае вызвали другой эмоции другой состоянии а сейчас по-другому все зависит от вашего настроения потому что ваше внутреннее состояние находится в другом положении когда у вас настроение плохое соответственно у вас такое состояние когда у вас хорошее настроение все по-другому видите да в чем отличие поэтому если у вас сейчас дальний момент и уставшие же не знаю может быть сейчас из работы пришли уставшие может начальником ругались может быть с банка вам звонили по поводу кредит спросили может быть дальний момент вы ругались с мужем или с женой или свои бывшие 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 я не знаю с кем вы ссорились ругались ваше настроение сейчас я не знаю если с такой настроение пытаетесь учиться стать финансово свободным я не уверен поэтому сначала просто успокойтесь сначала просто отпустите все и успокойтесь у вас должно быть супер романтичное настроение как ощущение что ведете на свидание вы ждали эту встречу наконец-то и в реальности так должно быть потому что у вас появится новый будешь у вас появится новая реальность